Приветствую вас. Вы не задаёте вопрос. Вот свой вопрос задаёте. Это было бы очень важно для того, чтобы в каком-то направлении двигаться. Вам в том числе. То есть, ну вы описываете твою проблематику, и в целом она ясна. Но вопроса вы не выдаёте. Вопрос, он в принципе очень важен. Здесь именно ваш вопрос, именно, про чего вы хотели бы от психологов. Вот. И это первое, на что я хотел бы, чтобы вы обратили своё внимание на вопрос, который вам нужно задать. Второе. Через ваш текст крайне сложно, в общем, доказаться, что вы испытываете большую тревожку. Плюс ещё у вас есть привычка самостоятельного удовлетворения, и плюс вы довольно стеснительные, волнительные, как вы сказали, и так далее. И вот момент-то здесь в том, что, да, безусловно, безусловно элемент точно присутствует, но проблема не только, на мой взгляд, и не столько в нём, сколько в том, что вы в целом достаточно тревожный человек, и в целом вы достаточно нестабильны, волнительны, стеснительны и так далее. Плюс ко всему, вероятно, склонны к тому, чтобы себя видеть, вот, себя видеть, потому что вы называете вот, например, практику самостоятельного удовлетворения, вы называетесь порочным, хотя ничего порочного уже нет. Да, вы немножко её злоупотребляете, но, опять же, для этого есть определённые причины, я полагаю. Следующий момент, исходя из этого всего, вы естественным образом воспринимаете девушку, как сексуального партнёра, с которым вам нужно доказать свою мужественность, свою состоятельность и получить удовлетворение, сексуальное в том числе. Вот. То есть, самоупердиться как мужчина. И с этой целью вы, вероятно, в отношении и, ну, вот, сексуальное отношение вы и вступаете. Ну, мягко говоря, не самый, не самый лучший Потому что секс, он, как правило, происходит ради секса только. Ну, не ради обязательного, что называется, достижения какого-то результата. То есть, то, как вы сейчас позиционируете секс, в том числе и для себя. То, как вы сейчас к нему относитесь, к сексу, я имею ввиду. К сожалению, сказывается весьма негативным образом для вас. И, соответственно, эта проблематика не может с вами игнорироваться. Связь с девушкой тоже имеет смысл подкорректировать в соответствии с вашими особенностями, в соответствии с вашей индивидуальностью. Дело в том, что раз вы человек достаточно чувствительнее, то и отношения вам нужно выстраивать в соответствии с вашими. Не каждый мужчина и не каждая женщина может вступить в сексуальные отношения так, как вступила та девушка, о которой вы рассказывали. Нет, это совершенно не значит, что она какая-то не такая. Это совершенно не значит, что с ней что-то не так. Нет. Это значит просто, что люди все разные. И вы выбрали себе отношения, не совсем подходящие вам, не совсем подходящие по вашу психологическую ситуацию, называется партнер. И предъявляя к себе такого рода требования, как бы заставляя, может быть, себя требовать себя быть и делать то, что вы, на мой взгляд, не можете. Вы не делаете себе хорошо. Вот. Такая вот история. И очень важно. На это тоже обратите внимание. Да? Второе, конечно, это поработать с тем, что мотивирует вас делать фиксацию на фиксацию. То есть, через, собственно, секс, вы реализуете некую свою потребность. Вопрос заключается, на мой взгляд, только в том, что эта потребность из себя представляет. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. За счастую, как правило, но не всегда. Речь идет о тревожности, которую человек, вот в данном случае, пытается снять за счет сексуального возбуждения и последующей разрядки. Конечно, ничего плохого в этом нет и быть не может. Но, тем не менее, если это происходит на постоянной основе, если это происходит на постоянной основе, то, конечно же, здесь проблематика очевидна. А именно невозможность справиться с пригодностью. Ну вот, со своей собственной пригодностью, то есть вашей пригодностью. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Вот такой момент. Ну, еще, вероятно, хотелось бы, конечно, добавить то, что желательно, чтобы у вас было, вот, больше общего с партнером в сексуальных отношениях. Чтобы не было такого, что вас практически ничего не связывает, что вы практически не знаете этого человека. Но, конечно же, как бы это, скорее, такая вот негативная история в большей степени. Так что на этом также я рекомендовал бы вам заострить свое внимание. Ну вот, ну и число вины, заниженная самооценка, вот эти все аспекты, которые на вас оказывают влияние, все это нужно прорабатывать, конечно же, последовательно. И тогда, на мой взгляд, ну, постепенно вы сможете свою проблематику решить, конечно же. Но не раньше, не раньше, не раньше. Вот, отрицание чего-то в себе называется еще одной важной, составляющей проблемой. Потому что вы склонны, на мой взгляд, себя обоценивать, если вы себя обоцениваете, то, как бы, ничего удивительного в том, что какие-то вещи, да, какие-то вещи, по сути находят подкрепление, подтверждение в реальном мире, в реальной ситуации. Вот, поэтому тут тоже обратить внимание. Вот, повторюсь, ваша проблема решается, но решается она последовательно и в совокупности с другими факторами. Ваша проблема не является обособленной, она является следствием других проблем. Более, так сказать, образующих, можно вот таким образом говорить. Более образующих. Хотите вы этого или нет? Это не забывало. И если вы готовы к меню, если вы готовы, вот они с собой, то, ну, обращайтесь к специалистам, обращайтесь к психологам. Мы с авистью вам поможем, с авистью как бы подкорректируем те моменты, которые сейчас вас достаточно сильно беспокоят. Если вы не уверены до конца в том, что хотите работать над собой, например, то в таком случае, в таком случае, это вопрос уже к вам. Чего бы хотите. Потому что я бы хотел сказать, что здесь есть быстрое решение, но его нет. Еще стоит отметить физический фактор, ну, физиологический, точнее, фактор, который тоже может иметь место. Физический фактор. Физический фактор связан исключительно с медицинскими показаниями. И очень важно для нас, это фактор исключить или подкорректировать, чтобы он не влиял. Процелим, в случае, проблематика не разрешится. Вот. Это то, что я могу вам сказать на данный момент. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вы делаете выводы какие-то из того, что я и мои коллеги написали и сказали. И, как бы, рассмотрите возможности, ну, варианты организации себе помощи. Кстати, вы не сказали, как у вас сейчас отношения с девушкой, вот, с которой вы встретили, ну, встречали. Вот. Цель с ней хорошо или, наоборот, вы уже перестали встречаться. В любом случае, то, что происходит сейчас, с вами это выглядит, как попытка защититься от ошибок в будущем. Вот. И реакция эта довольно распространенная, и я бы даже сказал, что вполне логично. Вот. Логично именно по тому, что, ну, никто не хочет ошибаться. Удачи вам. Надеюсь, что помог. Так. Всего самого доброго. И я желаю вам Its an entirely лайк. Буду.